коллеги молодозачи поставили оперативную прописки но мы остановились на такие как несоставительность культе бронхо бронхоплевральные свечи вот и структуры послеоперационной опухоли тоноза трахеи бронхо и так у нас здесь на на сегодняшний день есть это такая проблема бронхоплевральных свечей потому что больше десяти процентов не монотами проводится через час в россии при лимфодисекции процент составляет почти до 20 процентов осложнений и если после оперативного лечения идут наблюдения при бронхоплевральных свечах то по данным рада авторов и составляет 60 процентов детальности и так вот здесь вы видите культя право главного бронха после пульмонектомии по поводу плосоклиточного рака закрыта здесь лигатурами танталовая скрепка грануляции вокруг но я немножко предысторию как все это началось на с лечения значит мы убираем грануляцию убираем танталовые скрепки очищаем находим бронхоплевральные соусти заводим туда катетер определяем что мы действительно в полости оба пп раньше мы лет 15-20 назад пробовали это аргон вернее при таки его прижиганием серебра чтобы убрать слизистую оболочку не вызвать грануляции проводили мы гелинь ионовым лазером для создания как бы лучшего кровоснабжения и эпитализации мастерировали щеткой промхоплевральные соустия выкусывали орошали ферракрилом часть нас пациентов очень-то заживала но процент заживляемости нас не устраивал дальше мы перешли на подкалывание последствия слоя одногруппной плазмы вот вам показано подкалывание одногруппной плазмы в устье свища вот так это вылет на третий сутки свить сдавливается идет хороший ангиогенез ряд больных у нас прошло с положительным эффектом это установка так как он при крупных дефектов после операционных швов но тоже не устроило потому что методика очень трудоемкая так как он прилипает это надо заводить в слофане ну в общем мы от этой методики отошли отказались иногда используем при хронических бронхоплевральных свищах насечка слизистой оболочки когда не идет особенно это после перенесенных пульмоноктомии у больных туберкулезом бронхо там реакции слизистой оболочки никакой мы насекаем слизистую ставим клипсы и закрываем бронхоплевральный свитч уже таракальные хирурги ведут извне используется нами также бронхоаблокатор левина медланг вот различных модификаций вот интересный случай больной значит перенес пульмоноктомии ровно 10 лет назад в германии ему сказали принципе один прогноз день в день с разницей в жизни что вот у него лет через десять лет сколько-то месяцев развалится все-таки пулья он поступил к нам вы видите здесь свитч первый свитч 2 с перемычки там о пп ну вот так вот я руль под руки нарисовал что тут представляется у нас один из них очень неудобно уходит вверх и медиально сообщается с плевральной полостью и дальше нас открывается свеч наружу сначала мы поставили оклюда и медланг сброс воздуха прекратился стало вроде очищаться но из-за того что два оклюда расстоит бронх главный большой сам по себе они начинают смещаться мы убрали два клапана поставили большой больше у меня размеров нету это 20 номер он у него простоял три месяца он уехал к себе домой все было нормально но в итоге и он начал смещаться поэтому пришлось его убирать убрав его я решил заблокировать один из вещей он был где-то порядка два миллиметра диаметром его поставил новый лепестковый оклюда сверху закрыл все это клапаном медланг еще проходит полгода о пп уменьшилась очистилась но не закрывается при этом вы прекрасно видите здесь хороший рост грануляции то что не было на протяжении практически девяти месяцев влечения вот этот оклюда зарос напрочь его нельзя было выдернуть итак откуда он взялся все очень просто вот у нас эндостаровские щетки вы прекрасно видите отрезаем здесь отрезаем здесь получаем два оклюда лепестки у нас до пяти миллиметров значит мы можем закрыть канал порядка трех миллиметров не шире вот у нас вич все нам мешает танталовая крепко танталовая крепко убирается очищается вводится инфильтрация плазмой и ставится оклюда вот у нас что таких уже 12 человек откуда же полностью заросли и хай с ними ему стактамбулу суть заключается в чем в том что у нас создать грануляционную ткань с последующим растворением вот местное применение а то плазмы одногруппной способствует быстрому ангиогенез в области кульки бронхо потому что она там после резекции она обедненная там големый фиброз а вот инородное дело в виде вот этого оклюдера который мы используем эндостаровский он как вызывает реакцию организма на этом месте возникает грануляционная ткань с переходом фиброз больше нам в принципе ничего и не надо бронхоаблокация бронхопривральных фистулах этой методикой мы занимались еще лет наверное 18 назад начинали мы с банальных вещей тогда оклюдеров еще не было мы вводили синку либо синку либо бриллиантовую зелень на перекиси водорода находили дренирующий бронх как вот здесь вот показано вот но раньше мы брали обычный коагулятор и до создания отека делали коагуляцию на трое суток хватало это мы начинали методику и туберкулезе бронхов оттуда все вышло но когда разработали мы оклюдер тогда мы стали пользоваться бронхоаблокацией стенозы трахеи ну вы знаете что они локализм по идеологии идиопатические травматические трахеостомические интубационные по локализации отделов по состоянию стенка страхи эмаляции без страхи эмаляции с наличием трахеостомы и так далее и так далее по протяженности но тут мы тоже пост травматически в 10 перелом колец очень часто так и наблюдается при интубации особенно в молодом возрасте когда у нас анестезиологи фиксируют трахею вводят интубационную трубку при этом не замечая сами кломает 2-3 кольца особенно как ни странно это первые кольца вот воспалительные за счет отек а это грануляционная ткань опухолевого генеза рубцовые компрессия образованиями из нее трахеохондромаляция и функциональные такие как дискинезии бронхоатрахеи по характеру интрамуральные которые в стенке вот данный бета геопациент девушка 16 лет у нее вот такой интрамуральный станоз после перенесенного туберкулеза от нижней трети трахеи до устья верхнедалевого бронха слева вот это главный бронх с просветом 3 миллиметра это она же экстрамуральные которые пост эмоционные после воспалительных процессов но и инфильтративные и инфильтративные формы рака и так что же мы делаем но по степеням полная облитерация тоже встречается вот вас полная облитерация среднедалевого бронха после установленного бронхоплеврального клапана вот окклюдер мы его оттуда извлечь не стали не смогли да и не стали пытаться это полная облитерация трахеи у больной лежащий на трахеостоме которая была сдавлена причины формирования стенозов трахеи здесь уже давно все сказано указано за счет давления за счет перерастяжения манжеты но что хотелось бы мне сказать по этому поводу вот эти манжеты на сегодняшний день основная масса в отделениях анимации закупаются просто округлые соответственно линия сдавления на очень маленькая и перерастяжение здесь наступает ишемия что у нас было советские времена и в принципе что сейчас имеется на рынке у нас есть бочкообразные манжеты и конусовидные где площадь соприкосновения к стенке намного больше и даже если при перерастяжении манжеты такой ишемии не наступает есть наблюдение что после интубации трехчасовой у нас у людей наступали очень хорошие рубцовые стенозы то есть даже не длительно лежащих на ивл но есть предрасположенность людей крупцы таки укропцеванию ткани коллагенозы вот молодая женщина после дтп длительно лежащий на ивл стеноз верхней трети трахеи вот ее просвет она поступила к нам с просветом в 3 миллиметра вот так после аргоноплазменной коагуляции расширился просвет следующая больная это она же да вот ее диаметр 2 сантиметра при выписке мы вводим дипроспан после коагуляции он работает неделю нам этого достаточно снимает хорошо воспаление это следующая пациентка этот ее диаметр трахеи порядка более сантиметра через год она спокойно работает и дышит и больше в общем то и не надо это те которые прошли без установки стендов вот пациентка который он говорил при полно при полной облитерации дэстонозирование проводилась как через трахеостомическое отверстие так и пероз вот так восстановили просвет трахеи без стентирования она выписана в отличном состоянии по процессу любой хронический стеноз трахеи это очень мощные рубцовые сужения почему мы идем не на дилатацию этого процента места именно бужами потому что когда мы здесь бужи рим мы тянем слабые места мы надрываем их таким же успехом но это как пищевод здесь ничего нового поэтому мы стараемся просто выжигать вот любыми методиками это будет аргон это будет диатерма гуляция это лазер и потом ставим просто стенд оставляем на полгода через полгода максимум через год мы эти стенды убираем канал сформировался больной продолжает жить дышать это вот то что я говорил перелом их колец трахеи после установки интубационных трубок вот перелом молодая девушка 14 лет после установки трахеостомической трубки сломали кольца это вот поставлен стенд саморасширяющая это вот манжета трахеостомической трубки и так показаниям стентирования у нас есть это стонозы это трахеостомический или посттравматический они пищеводные свечи но у нас тогда еще просто веска не было поэтому и трахеопищеводные свечи ставим со стороны трахеи и дискинезия мембранозной части трахеи ставим стенды саморасширяющийся любых фирм вот вам поставлен стенд после дистонозирования это выписка и как выглядит просвет трахеи на уровне первого хряща через год плеоморфно аденома трахеи убирается резекция после этого ну здесь у меня слайдов нету мы после операции накрыли еще двумя сеансами фото динамической лазеротерапии и пациентка но дело то что здесь инвазия на протяжении четырех колец у основания мы после этого отправили ее на резекцию трахеи благополучно вот она у нас прооперирована вернулась три месяца назад молодая 28 лет вот рак трахеи по мембранозной части была произведена резекция фото динамической терапии больной получил сейчас скажу порядка десяти курсов фото динамики вот на сегодняшний день так выглядит просвет трахеи дисплазии второй степени проходит он фото динамика на сегодняшний день два раза в год вот центральный рак легкого это значит поражение у нас верхняя доля с верхней долей у нас экзофитный перекрыт главный бронх с выходом на бифургационную зону появлено дистенозирование аргоноплазменная коагуляция восстановлена проходимость правого главного бронха вот частично верхний долевой но потом отказались потом это безуспешно вот промежуточный бронх фото динамической терапии но в общем вот этого больного из инакурабельного состояния которого к нам его передали мы его еще забрали на фоне хорошего легочного кровотечения он у нас прожил четыре года самостоятельно то есть он приезжал ложился проходил курс фото динамику садился за руль и уезжал ну в общем за четыре года он успел передать весь свой бизнес своим родственникам дискинезии мембранозной части это пациент хоббл трахею бронхомегалия у него на на момент выдоха стенки соприкасаются главных бронхов когда он поступал в пульмонологии ему здесь на муколитики назначает муколитики робак срабатывает но эффект схлапывания дает ему это все от кашля поэтому у них захлебался проходил часто просто санкционные бронхоскопии эффекта а большого не давала то есть но наступала небольшая ремиссия на месяц-полтора дальше все по новой вот ну вот мы тогда поставили ему бифуркационный стенд вот так стали выглядеть главные бронхи макрота стала спокойно кажется ремиссия достигла до полугода у нас он проходил полтора года и на ту виду стенты перестали нам поставляться в россии больных таких очень много то есть порядка 12-15 человек в год у нас который нуждается в постановке вот именно бифуркационных стендов спасибо за внимание спасибо большое да может быть у кого-то есть вопросы на давайте это еще не уходить его не убегайте пожалуйста радохлорин и вот это но запрекомендовано ну насколько я знаю останавливать силиконовые ну по типу дюмон стенд вы почему потому что считается что установка ниченовых стендов потом ведет в к активному росту корнуляции соответственно стандированию но уже за счет корнуляций встречались ли вы с этими проблемами если встречались как как легко они растет ну как разрешимо то есть можно ли себе позволить станцировать доброкачественные структуры в верхний дыхательный чак ниченовом и стендом ну я вам скажу что дюмона у меня просто не было да у меня нету опыта установки все структуры доброкачественное я станкирую только металлокаркасными стендами, да, встречаются стенозы, но не в верхних отделах. А вот, как ни странно, встречается нижняя треть трахеи. У нас была пациентка, которую я ставил четыре раза, и один раз он оставил аж три стенда. То есть поставив стенд на среднюю треть трахеи, где у нее был выраженный стеноз соусен с пищеводом, здесь мы закрыли у нее сверху и снизу стенозы. Пришлось раскрываться, спускать один вниз, сверху ставить. Поставили, вроде бы все нормально. Нижний вновь стеноз, еще третий вниз уходить. То есть, а вверху бывали случаи, но это, как правило, по причине, не в обиду будет сказано организаторам здравоохранения. Когда говоришь, мне нужен на данного пациента именно такой стенд размера, пока машина раскачивается, все параметры смещаются, стенд приходит, и он уже не попадает в размер. Вот это да. Когда имелись в наличии у меня 5-10 стендов разных диаметров и длины, то, подобрав подкокрентного пациента, грануляции нет. Виталий Ильич, тогда у меня тоже вопрос возник. Ваше отношение к Емоновским стендам в такой ситуации, это прошлый век уже, или они все-таки имеют право на жизнь? Почему имеют абсолютное право? Просто, насколько я знаю, и даже некоторый опыт свой имеем в клинике. Эти стенды, они значительно меньше рост грануляции вызывают, особенно по краям. Абсолютно. То есть, может быть, все-таки стоит осмотреть такой вариант тоже? Это же и... Единственное, что там нужна жесткая-жесткая бронхоскопия в этой ситуации. Мне просто не было, поэтому не могу сказать. Но я знаю, что есть, допустим, прекрасная методика, это в Москве. Татьяна Павловна, допустим, она ее использует. Мне она, в общем-то, понравилась. Когда-то я тоже это пытался. Это введение просто на дилетационных баллонах. То есть, она просто берет, делает коагуляцию, и потом на несколько секунд больной приходит, ей регулярно, на несколько секунд задерживает дыхание, дилетационный баллон она раскрывает данное место, держит, спускает больной, через 4 дня он возвращается, она делает то же самое. То есть, рост останавливается, просто останавливается, и она добивается прекрасных результатов без всяких стендов. Мы когда их придумывали, ставили регидно. Ну, слушайте, но это прошло уже 15-16 лет назад. А, как он ставится? Да, регидно будет. Нет. Вот почему я говорю, что щетка? То есть, я отрезаю, я подхожу, да, я завожу его просто в биопсийный канал с дистального, да, подошел, прицелился, щипчиками раз туда его, как в бильярд. Ну, и все. Главное, посильнее не пихнуть. Нет, оно бывает, что иногда не входит, тогда щипчиками просто корректируешь и устанавливаешь. Почему хорошо, что вот эти вот пластины, одна получается у нас пластинка уходит в ОПП, а вторая сверху, они встали. Вот, когда длинная культя, ты понимаешь, что там канал длинный, тогда мы берем три вот эти пластинки. Их хватает. Таня Анатольевич, спасибо большое. Есть еще вопросы? Давайте последний вопрос, потому что мы немножечко выбиваемся за регламента чуть-чуть. А кудры иметь Медлановские? В том числе и Медлановские, и Медлановские. То есть у этих пациентов удавалось добиться ликвидации полоски и приема. Да, у всех. То есть закрывали только слово, да? Да, дальше хирурги просто промывают, ведут, больного. У нас задача закрыть, чтобы не было сброса в остаточную плевральную полость, да, содержимого бронхиального секрета. Вот, мы это дело закрываем, вот, а дальше они ведут, УПП очищается, все спадается, все. То есть полностью ликвидирована, да? М? Полностью ликвидирована. Да, полностью гмонийный ПМ и ликвидирована. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok